Пасмурная погода, на горах у нас есть снег. Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в городе-курорте Анапа. Зовут меня Юрий Озаровский. Вам всем привет, Черноморский. Спасибо всем, кто вчера забегал на трансляцию прямую, пообщались великолепно. Ну и за подарочки, мои дорогие подписчицы. Спасибо огромнейшее. Сейчас этим ароматом от Котьер. Ух, какой это вкусный аромат. Мы поедем наслаждаться еще более прекрасным морским. Сегодня у нас в 11.52, плюс 1 градус, и в Анапе срывается снег. Вот такой вот подарок от природы за 10 дней до весны. Друзья, уже мы и снимали цветы, и распускающиеся деревья, и одуванчики. И тут пошел снег. Посмотрите, как это было. А в Анапе это снег? Класс! Я вчера на эфире говорил, но хочу сегодня вам рассказать о том, что мы собираем на две машины сейчас средства. Это все в Телеграме в нашем есть. И вчера одна пенсионерка из Анапы пожертвовала полмиллиона рублей. Вам низкий поклон и спасибо огромнейшее за ваш невероятный вклад в наше правое дело от души. Это просто невероятно. Дорога у нас все еще заблокирована, объездная улица. Мы туда не будем прорываться. Но здесь из-за этого везде пробки. Ты знаешь, Анапу можно двигаться козьими тропами через всякие улочки, проулочки. Еще когда я учился на права, и тоже местный житель был у меня, учитель, и он говорил, лучше всегда по Анапе. Говорит, он, правда, назвал это верблюжьими тропами. Я спрашивал, что это такое? Он говорит, это те места, где они стоят, сотрудники ДПС. Мне попросили показать, как в Анапе выглядит вообще мест, где располагается наша служба МЧС. Ну, я его помню еще со школьных лет, оно, в принципе, и не менялось. Вот оно. Это памятник уже старая машина. И вот там три бокса, в которых и расположена вся пожарная часть города-курорта Анапа. А рядом вот такие вот дома. Сколько этажей, посчитайте? Кстати, пока еду по городу, теплеет уже плюс два. Сегодня обещают до плюс четырех. Это хорошо. В общем, мой путь сегодня начнется у Ореховой рощи. Дальше мы спустимся по 40 лет победы спуск к морю. Поднимемся по 300 ступеням и вернемся сюда. Находимся сейчас мы на проезде Крутой и улице Таманская. Если вдруг вы хотите приехать в Ореховую рощу, когда ее запустят, то тогда выбирайте это место. Здесь бесплатная парковка. Очень много мест для машин. Я могу сказать, что то, что я сейчас увидел, проезжая мимо Ореховой рощи, меня прям очень восхитило. Там много изменений. Конечно, видим и деревьев много попилили. Но также вижу, что высаживают новые растения. И это большой плюс. Давайте немножечко посмотрим вместе с вами. Вот это место было всегда пустое, такой поляной. Посмотрите, здесь и сосны, и какие-то деревья еще высадили с листиками. Увидим, как они будут выглядеть. Но засаживают полностью. Здесь были спилены деревья, которые находились посередине. От них остатки пеньки. И видим, что по краю высадили новые сосны. Там появилась, смотрите, какая красивая круговая качель. Таких я вообще нигде не видел. Тоже очень круто. И также закладываются вместо старых тропинок и новые местами тоже тропинки. То есть меняется полностью везде тротуарное покрытие. У нас, кстати, было очень много разногласий по поводу вот этих вот заборов. Администрация здесь говорила снести нельзя. Местные жители уже привыкли и говорят, да пускай будет. Хотя я помню, когда огораживали, они тоже были против этого забора. У нас сейчас порт-объект построили на пляже. Огородили целиком полностью забором ее. И там что-то администрация ничего не говорит о том, что давайте будем сносить, убирать. А наоборот это поддерживает. Смотрите, сюда на угол делают выход. То есть будет дополнительный вход и выход в Ореховый рощу. И также он имеется на тот угол. Здесь на улице Ивана Голубца всегда вообще считался центральный вход. Он был одним на этой стороне. Другой у нас был выход там. И там было два выхода. Нет, три. И это было все. Сейчас я так понимаю, что чтобы удовлетворить жителей, не сносить этот забор, то здесь сделают больше входов и выходов просто. И все, останется как есть. Здесь тоже мы видим высадку новых деревьев. Но при этом, видите, были дожди. И здесь подтапливало. Я неоднократно, кстати, показывал вот это место во время дождей. Тут затапливало тропинки полностью. И сейчас мы видим, что подняли тротуар. И значит, что топить его больше не должно. И также завозят новый грунт. Но работ, честно, прямо еще видится, что здесь много. Также вижу разметку под новые места именно для тропинок. Вот центральная аллея сейчас выглядит именно вот так. Довольно-таки просторно. Тротуар, по-моему, стал шире. То есть будет более комфортно проходить. И даже розы местами пооставались. Они подрезаны сейчас и ждут уже целый момент отсветения. И вот с правой стороны от центрального входа тоже были подтопления. И очень сильно прям приподняли тротуар. Здесь с правой стороны высажены, я вижу, плакучие ивы туда дальше. А вот еще правее, ближе к углу от краски, оттуда мы видели плакучие ивы. Здесь реализован сухой ручей. Видите, подкоп сделан. Сюда вот какая-то труба проложена. То есть будет это постоянно во время дождей подтапливаться и создавать какое-то такое озеро. Можно увидеть погибшую сосну как раз-таки из-за обилия влаги. Ну а теперь будет вода здесь стоять и радовать нас. Наоборот плюс. Дальше в сторону Ивана Голубца и Маяковского мы можем увидеть, что тоже очень красиво все оформляется. А там вдоль тротуара высаживают уже вечно зеленые. Замена плитки произошла и вот на этот угол также будет выведена тротуара. То есть вот настолько будут меняться входы и выходы из парка. То есть был здесь один, станет их три. Друзья, изменений очень много и это не может не радовать. Единственное, что опаздывают со сроками. Но это, как говорится, мелочи жизни, когда работа видна, ее делают и не бросают. Поэтому чуть-чуть подождем и ждем открытия. С удовольствием придем смотреть на все то, что здесь для нас с вами создадут. Но больше всего выиграют молодожены. Вот наш ЗАГС похожий на крематорий в Анапе. Вид на наши Кавказские горы. И здесь рядом как раз Ореховая роща. Супер фотозоны и легкая работа для фотографа. Вот там роспись сюда вышли, на фотозоне поработали и все, денежки в кармане. Ведь дальше, пройдя через Ореховую рощу, можно выйти еще и на Белокаменную набережную. С видами на море просто идеально сейчас это все работает. Как фотограф я прям завидую. Кстати, вот сзади гостиница на переулке Крутом у меня есть на обзоре. Посмотрите, если вы хотите отдыхать в этих местах. Мы обходим Ореховую рощу с левой стороны. Здесь есть и кофейня, и экскурсионные точки на переулке Крутом. Туда у нас как раз таки на 200 ступеней можно пройти. Но вообще мечты идут о набережной, которая должна пройти у нас вдоль берега моря. Интересно, случится это или нет. Здесь тоже много уже скамеек поставили. Тротуары все проложены. Элементы освещения. Видите, они уже установлены, фонари во многих местах. То есть коммуникации уже сделали. Видите, какие котики сидят за забором. Очень сильно кисы на мою похожи. Только это прям очень толстое. Я прочитал в комментариях, одна из моих подписчиков написала, почему уличные коты выглядят лучше, чем мои домашние. Может, моих передать в Анапу? Вот я тоже смотрю, как худенькая, стройненькая. Здесь прям котище. Здесь сейчас прямо пойдешь на тупик попадешь, а направо пойдешь по набережной. Из-за утесов, которого не видно, пройдешь. То есть мы сначала пойдем посмотрим в эту сторону. Я вам покажу, что будет мешать непосредственно продолжению набережной, то есть всего берега. Если, допустим, возьмем район Утесова, то здесь можно будет сделать или мостик какой-то, или еще что-то сделать, но сам Утесов уже не снесешь. Хотя, допустим, кто-то дальше, когда бы не спускаться, 40 лет победа, я вам покажу те места, которые хотят, чтобы пошли под снос. Здесь невероятный вид. И, в принципе, набережную организовать можно. Несмотря на то, что тут гостиницы есть, вроде бы как они все в кадастрах сидят. И вот видно, да, то есть выступ туда, дальше обвал. Пойдем, покажу. Но сначала хочется отсюда увидеть наше морешко. Ой, какое оно красивое. Прямо смотрищий дух захватывает. Картинка невероятная. Сейчас мы к тебе спустимся, наша любимая. И прекрасно. И такие тучки сегодня на горизонте. Красота. То есть этого отеля на переулке Крутон, по-моему, два. Он тут идет даже по вот такому спуску. Иногда люди спускаются вниз. Но спуском это сложно назвать. Это больше такой экстремальный вид. Вот так, будьте аккуратны. Вот тут надо вот идти по пластам. То есть так, вот так. И потом джу-джу-джу-джу-джу. И вот тут люди где-то скользят между деревьев и опускаются вниз. Я, честно, ни разу здесь не спускался. Но думаю, в сухую погоду сделать это, в принципе, хорошие обуви можно. Главное не попасть ни под какой обвал. Если бы не было утесла, по прямой вообще набережная шикарно рисовалась. И то, что нам говорили бы, делалось здесь. Представьте, какой-то золотой участок чей-то стоит, не застраивается. И тут тоже, в принципе, можно участок как-то подвинуть и реализовать проход хотя бы на двух человек, чтобы можно было разойтись какой-нибудь вдоль всех этих строений. Пока же никаких работ нет. Мы их проекта, в принципе, еще не видели. Будем надеяться, в ближайшее время он появится. И, по-честному говоря, набережная вдоль берега моря до 800 ступенек это моя самая большая мечта. Ну, хотя бы даже до будущего императорского парка, который нам обещают реализовать. Он обещает, обещает потихонечку строиться. Кстати, смотрите, вот пока иду здесь, у нас скамеечка даже сделали. Какой-то от ветра защиту. И люди кто-то приходят, вот костерчик распаливает и сидит, любуется нашим прекрасным морем. Такие интересные места у нас встречаются в городе Анапа. Когда я здесь путешествовал раньше, здесь даже вот этой сетки, по-моему, не было. И тут, видите, стена выходила дальше. То есть ее разломали. Может быть, потихонечку думают о том, как реализовывать здесь набережную. Здесь раньше еще горгаз находился. Но сейчас главная проблема даже не эти заборы, а именно тот впереди, до которого мы сейчас с вами дойдем. Здесь раньше у нас вообще в Анапе находилась бойня. И как бы забивали скот, и кровь стекала в море. То есть я ее сам не застал уже, но рассказывали именно долгожители. Потому что когда мы сюда ездили тренироваться на машине, там у нас от Десафа находится площадка для обучения. Все говорили, на бойню. На бойню я спрашиваю, что за бойня? Ребята, я никогда не видел. Он говорит, ну, была здесь раньше бойня. Ребята, посмотрите, какое прозрачнейшее море. Красота. Слушайте, мы вот доходим до первого уникального строения, которое здесь на берегу расположено. Собственно, что и может стать причиной того, что набережная здесь не появится. Сейчас идут работы по его утеплению, штукатуриванию. То есть как раз таки они ведутся. Если что-то так, когда я проходил здесь, их не было. То есть сейчас можем увидеть, что мечты о набережной становятся все менее, так сказать, реальными. Потому что здесь прям по самому обрыву залили бетон. А здесь вообще у них бассейн находится внутри. Тут перекрыли, видите, перекопом, чтобы никто не ходил. Но в принципе еще возможно, что здесь набережная появится. Но кто выделял эти участки и позволял так близко края строить. Я думаю, чтобы хоть раз у нас кто-нибудь был призван к ответственности. Больше бы таких дельцов не находилось. И сейчас вы можете увидеть, насколько этот пипец просто захватил наш берег. Туда дальше мы видим еще одно строение, которое также перегораживает. Аккуратненько все можно реализовать. Конечно, надо бы инженерную мысль приложить, сделать все топографические изыскания, вбуриться в скалы. Но реально сделать, чтобы в принципе набережная была. Если еще вот эти заборы прийти, признать их незаконными строениями в береговой зоне первосанитарных города-курорта Анапа, то вообще бы администрация города проявила себя как настоящий любитель и руководитель города любви, самого лучшего на планете Земля Анапы. И отвоевала бы прямую набережную. Потому что то, как это может реализоваться, что по улице обходить до следующего как раз-таки места, где происходят тренировки на автомобилях, более-менее свободного подхода, либо ЖК Бельвитберг, по-моему, как раз-таки там впереди есть более-менее близкий подход. Но это не дело на самом деле. Потому что хочется, чтобы по берегу шоу таких уйо мест, как утесов, которые перекрыли просто вид на море, не было. Вот я был бы не против утесов, если бы они ниже сделали, сверху у себя какую-то площадку, смотровую, там, походи и смотри, а там внизу было в гостинице, баре, рестораны. Как вот, допустим, на двухъярусной набережной это происходит, то я бы сказал бы, ребята, какие вы молодцы, как круто, прям вот кулаки завосят. Когда ты идешь и не видишь море, то это, ну, как минимум, некрасивое неуважение к жителям данного города-курорта. Но когда у них номера стоят нам по 70 тысяч в сутки, то поймите, какие ли туда приезжают и кто их прикрывает. Мы очень сильно будем надеяться на то, что у нас все-таки получится. В городе-набережной вдоль берега до будущего императорского парка, особенно белокаменную, классную, прекрасную, как говорится, и наши мечты не останутся мечтами, а будут реализованы нашей доблестной администрацией, которая, наверное, очень сильно любит также наш город. Сейчас тот кто, хозяин этого участка, вот бы ты упал. Ну что, ребятки, двигаемся теперь на 40 лет победы, спустимся и прогуляемся по берегу моря. Вперед туда. Как и мечтаю возможности с собой какого-то возить или прицепа, или собственного автодома. Ну, вот один из вариантов. Смотрите, обшитый металлом, полностью проваренный. Клево, может, когда-нибудь сбуздится. Возвращаемся от Ореховой рощи, перелог крутой. Выходим на набережную, которая сейчас очень долго тут возмущалась. Как видите, здесь машинки такие небедные стоят. Ну, это, наверное, случайно припарковался. Все здесь, даже парковочную зону закрыли. Хотя этого делать нельзя, ведь территория, по идее, муниципальная. Хотя, может, они тут уже и все купили. Здесь стоит знак, что нельзя ездить на самокатах. Ну, интересно, вот только на электрических или на обычных тоже. И вот то здание, которое ты ведешь. Было бы вот так, да, там снизу их реализована вся красота. Было бы не страшно, когда сверху закрывают вид. Меня это немножко раздражает. А так могли бы сделать все, как говорится, для людей. Вот, проходишь мимо, море здесь не видно. И мечтаю, что впереди вид перед тобой откроется. А так, в принципе, плиточка, благоустройство, фонарики. Здесь сделаны красивые. Ну, на море надо смотреть, на море, а не делать это для тех людей, которые туда заходят. Ведь если бы они на там этаж больше ниже опустились и сделали просто площадь, как набережная у нас двухъярусная, сделана, то нам было бы всем только плюс от этого. Здесь в летнее время работает открытый бассейн для тех, кто на море приехал не ради моря. Также разнообразные кафетерии. Ну, в летнее время мы вам все это покажем, как выглядит. И мы выходим на сейчас одно из красивейших мест города Куровта Анапы, которое называется Новая Набережная. Здесь был построен новый ЖК, за счет и была реализована эта площадка. Теперь это, наверное, самая фотографируемая и привлекательная локация в Анапе. Когда доделают трехлой рощи, вот оттуда можно будет сюда выйти и посмотреть сразу же на море. То есть для фотосессии место просто сказочное. По крайней мере, мне очень нравится. Надеюсь, что я не один в этих мнениях. И вы тоже напишите, что вам это место заходит. Особенно на закат, потому что вот лучики на театрах. Лавочки, мусорочки сели. Наслаждаемся, смотрим. Красота. Помимо двухъярусов прогулочной зоны, то есть нижняя и верхняя, реализована еще велодорожка, мне все тянет вернуться к Ореховой Рощи, посмотреть, что здесь уже сделано. Ход здесь прям пока плотно закрыт. Такое ощущение, кто-то прорывался. Смотрите, стоят скамеечки, мусорки, реализованные новые плитки, тротуары. И какое-то новое сверхосвещение. Причем она, видите, влево и вправо идет, как буква Т. Такое ощущение, получается, и деревья подсвечивают, и прогулочную зону. Такие фонари, по идее, не должны стоять по центру, чтобы светить в два раза больше. Ну, ладно, все это вопрос. Отсюда виднеется старый туалет. Значит, он остался. Ну, возвращаемся на набережную. То есть, вроде бы, плитка здесь уже переложена. Это хорошо. Это дом на улице Маяковского 5. Я здесь делал на обзор квартиру. Тут на втором этаже продавали мои подписчики. Это настоящая мечта блогера, потому что там можно жить прям в шикарном месте, с такой вот набережной. Ну, где взять такие деньги? Были бы, хотя, в принципе, продать там мою квартиру, там чуть-чуть все из кредиты, и можно было взять... Ну, я не такой рискованный человек, который может этим заниматься. И вот он, второй этаж, и здесь, вот смотрите, просто видно эту набережную, на всю эту движуху. Открываешь окошки, сидишь, наслаждаешься. В общем, квартирка мечты была. Ну, когда-нибудь, вдруг, при том, что она продавалась дешевле, чем вот в этом новом построенном ЖК, называется Граф Толстой. И, ну, здесь я уже видел, даже видел, с него снимают люди, приезжают на отдых, выходят такие, вау, какая красота, море, вау, вау, вау. В общем, действительно, место очень интересное, с появлением этой набережной стало более привлекательное, и людей здесь отдыхают еще больше, чем раньше. И просто даже приезжают, читайте. Главный парк Анапы прогулочный, пока не появился императорский, плюс такой невероятно красивой набережной. Прините, не было бы утесы, набережная туда шла, 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 шла. Как это была бы красота. Здесь уже подкрывались магазины, пожалуйста, Абрау-Дюрсо, Фонагория, аптека, винные магазины, набережная Анапы, обязательно приезжайте в винный край, почему бы нет, какими-то легкими напитками, пройти с бокалом к морю, и насладиться всей этой красотой. Здесь, кстати, повысаживали зелень, но что-то вечно зеленые погибают прям очень сильно. Это меня расстраивает. Вот эта горочка. Приветствуем. Тут живет. Это очень хорошо. Можно увидеть также еще одно место. Здесь часто собираются музыканты и по вечерам играют. Для людей, которые здесь отдыхают. Сюда можно подъехать, припарковаться. Особенно в межсезонье тут мест много. Улица, которая выходит на это место, называется Толстого. Пользуйтесь. Кстати, есть еще места, я так понимаю, под аренду. Но не висит, что что-то сдается в аренду, поэтому, я думаю, не востребовано. До сих пор работает офис продаж, потому что квартирки здесь от, по-моему, 350 за квадратный метр. Я могу ошибаться, если вдруг поправьте меня. Golden Line магазин, Chateau Thaumine здесь присутствует. Это прям великолепно. Chateau Thaumine я очень люблю. Эту марку вина, как вот Южную винную компанию в прошлом году для себя открыл. Но она у нас в Анапе продается только, по-моему, в одном магазине от Chateau на улице Корестьянской. Тоже можете попробовать взять и вкусить даров таманием. Здесь также есть пункт полиции. Но вот действительно все вечно зеленые кусты погибли. Это значит, что они не прижились, потому что они зеленые и зимой должны быть. Работает генератор. Очень интересно, уходит туда в коробку. Что-то происходит, непонятно. Мы дошли, собственно, до спорного места в Анапе. То есть это у нас кафе-шатер. И здесь также кофейня находится с туалетом. Итак, строительство завершено, но было сделано по реконструкции. Администрация подала в суды. Уже несколько касаций прошло. И везде признают о том, что это сооружение должно быть снесено. Ну вот, слушайтесь, последний суд сказал, что за невыполнение штраф 1000 рублей в день. То есть для них 365 тысяч в год, как бы аренда администрации, и можно как бы не сносить. Вы бы стали сносить? Это, в принципе, для такого заведения, арендная плата, я думаю, копеечная. Ну вот, честно, надо было думать об этом, когда строили. Сейчас оно уже, в принципе, есть, это место. Здесь хотели какую-то сыроварню организовать. Там очень крутое, типа, знаковое место в Анапе. И по факту вот оно все так зависло. Я бы лучше бы от кафе Парус бы напряг, что вот это вот Страшко, с блоков выложенное на третьем этаже, уже сколько лет портит вид здесь на набережной. Тем более с новой, обновленной. Уже давно привела перевести все из строительной тематики в готовую. Ну, либо как-то это вопрос решить. Мы дошли до улицы 40 лет Победы. И тут у нас есть парковка, туда дальше детская площадка, а это туалет, который, получается, здесь единственный. И как вот его сносить, для меня тоже непонятно. Куда мы будем ходить, грубо говоря, в туалет. Тем более, в принципе, кофейня вписалась, хорошо выглядит. Тот же вопрос к администрации. Когда строили набережную, и происходило строительство этой кофейни, вы неужели не заметили, что здесь такое творится беспредел. Почему не останавливаться на стадии строительства, а только вот через суды, потом когда-то, и потом получается проблему городу. Сейчас представьте, это начнут сезон сносить, это начнут сезон сносить, и насколько это испортит отношение наших туристов именно к нашему городу. Мы же выходим пока еще к существующей набережной возле кафе Шаттера, потому что будем спускаться вниз к морю. Свадебная машинка, значит, где-то жених с невестой гуляют. Ну, возможно, они раз-таки в кафе Шаттера с таким видом отдыхают. Сейчас здесь поубирали все лавочки, мы выходим с вами посмотреть на наше море. Внизу валят деревья, которые он повыкидывал на береговую линию. Здесь какие-то трубы валяются, огромнейшие, тоже море выкинуло. То есть происходит уборка пляжной территории. Ну, и здесь, видите, вода мутноластенькая, имеется вот звесь. В принципе, тоже красиво. Туда дачу мы видим Анапский маяк. Вот как раз-таки между 40 лет победы и туда Тургеневским спуском есть еще на трудящихся спуск к морю. 200 ступеней меня спрашивали в Телеграме, я вложил фотографию. На Телеграм, ребятки, подписывайтесь. Адрес Телеграма видите на экране, буду вам благодарен и поставлю лайк, как всегда. В общем, будем внимательно следить за судьбой шатра и надеюсь, что все-таки парус делает вот этот вот вид строительный, уберет. Спускаемся к морю. Это лучшая прогулка, как говорится, для души и тела. Можно было из шатра выйти туда дальше по лесенке, но я решил, чтобы мы не заблудились пойти именно из этого места. Здесь рядышком с шатром реализовали вот такие фудкорты, на которых вы могли летом прийти посидеть, но их почему-то не убирают. Хотя вот они тоже закрывают вид на море. Надо делать все-таки набережные. Спуски не просто, два тротуара, вдоль берега, балясинки, чтобы люди могли идти вдоль берега моря, смотреть на обрывчик, получать удовольствие. Вот здесь кормят голубей. Как они сейчас. Вот в таких местах, как говорится, кормите. Не хочу. И полетели. И обратно. Еще на один круг. Слушайте, как красиво это смотрится. Прямо загляденье. О, часть не вернулась. Ну и вид был бы, представляете, идете как там, с набережной, возле шатра, так и сюда подходите к берегу моря. И глядите на эту красоту. Каждый ракурс, он притрасен и особен по-своему. Поэтому, пройдя чуть дальше, люди делали бы, говорится, остановки и фотографировали. Сейчас же, вот, подходить немножко. Давайте не будем рисковать жизнью наших дорогих отдыхающих и делать ограждение набережной по всем берегам. Тем более, можете прямо здесь сейчас увидеть, гуляют дети и они сюда приходят. позаниматься спортом. Не дай бог, кто-то отвлечется и полетит туда вниз. И все. Там еще и костер. Вот так вот там уже закончится жизнь детская. Хотя, мы с детства пережили, но все равно, я помню, были всякие моменты неприятные. Сейчас надо все же реализовать безопасность на первом месте. Тем более, все у нас до этого есть. Раньше, если чего-то не хватало, то сейчас только, говорится, дай задание и дай кому-нибудь здесь кофейню поставить, но тут все, облагородить. Хотя здесь кофейня уже есть, как говорится, их только надо заинтересовать. Ну, видите, в межсезонье здесь не так много людей ходит, поэтому она не работает. Хотя, я летом приходил вечером сюда, пил кофе, здесь артист выступал, было классно. Здесь площадка для воркаута. Каждый пенсионер мечтает о том, чтобы здесь стояли обычные тренажеры, на которых могли бы тренироваться все желающие, желающие, потому что у них на таких вот тренажерах это делать не получается. Ну, не все понимают, как это делать. Это целая полоса препятствий у нас установлена. Ну, одним из плюсов, это, конечно, такие вот качели с видом на море. Я помню, когда их только установили, они были в эту сторону. ну, ребят, ну, это что-то не то. Поверните, пожалуйста. И повернули. Теперь качаешь, смотришь на море, вот такая сцена с подсветкой, с камерами. То есть, местечко шикарное. Не хватает только санузла в этих местах, чтобы после спорта, так сказать, можно было туда сходить. Даже просто на лавочке приходите посидеть на море, посмотреть. и ограждения здесь существуют. И такие должны быть, в принципе, хотя бы такие по всему берегу. Лучше, вот как там белокаменные, более привлекательные. Как говорится, вкладывая каждый рубль, сейчас, благодаря соцсетям, фотографиям, видеосюжетам. Сюда все больше людей привлекается, потому что они смотрят, какая красота, я тоже так хочу. И едут в эти места. Они не едут туда, где вот утесов закрывает вид на море, потому что, ну что там показать, вот у нас есть вот гостиница. А едут там, где простое пространство и шикарные виды. Ну если не прав, так и напишите, что ты ноешь, или там утесов тебе нравится, там еще какие-то места. Кто так напишет, наверное, не хочет, чтобы наш курорт развивался и привлекал еще больше гостей к нам. Вот клевая бутылочка, рыбка у нас была, и сюда говорит о том, что надо кидать пластик. Ну сюда кидают и картон, там и другой мусор. Ребятки, ну, включайте мозги, это для сортировки мусора, чтобы собирать отдельно пластик. В любом случае, это плюс, потому что здесь чисто. Здесь есть обычные мусорки для обычного мусора. В этом году шторм века помог убрать все благоустройство с пляжа, и мы видим то, как это должно выглядеть в межсезонье. В принципе, ничего нету, только свободные места. Тут я смотрю, ямы с кострами, то есть люди приходят, разжигают костерчики, жарят шашлычки. Издавна, из моего детства, я еще помню, всегда на каменных пляжах у нас жарили шашлычки, люди приходили, отдыхали, именно в межсезонье, собственно, чем и я часто занимаюсь. Сейчас берег уже убран, то есть ни мусора, ни палок, мы здесь не наблюдаем, только местами костровища для отдыха прекрасного людей, любящих свой берег и оставляющих его в чистоте. Улица, кстати, сюда называется 40 лет победы, поэтому этот спуск я назвал тоже 40 лет победы спуску. Все как бы правильно звучит, и в принципе, потом появились такие пляж 40 лет победы. Может быть, он когда-нибудь бы назывался по-другому. Так как я первый начал вести блоги, то многие пляжи в Анапе, если не все, названия придумал я. И на меня даже из Джаматы немножко обижаются за это. Не обижайтесь, ребята, потому что как фантазия играла, так мы и называли эти места. В прошлый год, в летний период, здесь были благоустройства, навесы, лежачки, как будет в этом году, покажет время и я. Так что подписывайтесь на канал и будем вместе в курсе того, что у нас будет происходить. Татья, если вы хотите, чтобы мы куда-нибудь отправились дальше, номер телефона на экране, можете поддержать донатом на бензинчик, на поездку и как только чуть-чуть потеплее, это может быть и раньше, потому что все-таки смотрели туда, в сторону Донбая, Архиза и я думаю, не сгонять ли нам еще раз в горы, хотя бы на денечек прокатиться. Почему нет? В общем, если вы за, поддерживайте донатик, я буду вам благодарен, друзья. Ну вот, собственно, то место, которое застроено, утесов у нас, отель в скале. Вот можно было еще ниже эту скалу опустить и, собственно, сделать сверху просто площадку для променада. Ничего бы никому не помешало, а сделал бы шикарную набережную, вот туда прямо продолжающуюся. Жалко, люди, как говорится, не страдают таким вот моментами, планированием наперед. Было бы круче, согласитесь. Здесь еще вот такая рыбка у нас стоит тоже для сбора пластиковых бутылок, но сейчас ее как можно замотать, но все равно кто-то пытается и просовывает туда бутылки, всякие вещи, чтобы покормить рыбку мусором. Благодаря этому пляжики становятся чище. Детки с большим интересом играют в эту игру, кормят рыбку, все хорошо. Здесь у нас был спасательный пункт, здесь у нас был пирс, все разнесло, говорится, шторм века, выстрелил все по-другому. Сейчас смотрю, что здесь техника уже работала, разровняла проезд вдоль этих столбов и с этой стороны у нас тоже туда чуть-чуть можно проехать, но пляж очень сильно видоизменился, поэтому его особо и не узнаете. В летний период времени у нас здесь приходит загорать одна девушка, ну, что не одна, просто там девушку часто видел с таким шатром прозрачным и у нее начинается отдых там в конце февраля, начало апреля, когда светит солнышко и люди завидуют, что у нее есть такой защита от ветра, под солнцем и там очень тепло и хорошо. Мы отсюда с вами сверху смотрели, как раз таки вот он, спуск заканчивается, он так еле виден, что он здесь вообще существует. Здесь у нас текут ручьи, море придется их обходить. Люди приходят прогуляться, посетить, можем продышаться, красота. Друзья, как же тепло гулять в море? Плюс 10 температура морюшка у нас и нет ветра, за счет этого здесь гораздо теплее, чем даже было наверху-наверху у нас здесь было плюс один всего лишь. Сейчас мы посмотрим, какая температура в принципе воды. Здесь мы доходим до второго пирса, в этом месте видите, и кончался столбы с электричным. Когда-то здесь была баня, дайвинг-клуб, потом все это разобрали, убрали, и здесь у нас есть, вот он тоже проглядывается по горе, спуск ЖК Бельведер. Начинается он в том месте, где камеры гашения, сбросы сочистных сооружений в море у нас находятся. Поближе туда подойдем, вам все покажу, расскажу, ребята, как изменился пляж. Я сейчас смотрю и думаю, да ладно, тут были такие вообще большущие каменюки по берегу, а сейчас вот такая территория просто шикарно выглядящая, и плюс мы дойдем сегодня до лестницы в 300 ступеней, посмотрим, какой там сейчас подъем. Я раньше приходил сюда, на вот этих камнях, фотографировал девушек, немножко, как говорится, без одежды, и место-то было довольно фидитое. Сейчас вот со строительством всех 300 ступеней, плюс вы видите, как пляж красиво стал выглядеть, сюда приходит много людей, уже такое не повторить, но было очень фотогенично, вот как сейчас чайка сидит, и баклан там сушит свои перья, так же мы делали то же самое. Ну и пирс был здесь насыпан, сейчас от него ничего не осталось, как раз таки для того, чтобы берега не разрушались течениями сильными, надо, наверное, его восстановить и тот, и этот, чтобы сохранять эти пляжики. Ну вот смотрите, насколько отличается температура возле моря на 6 градусов. А какое море? Я, кстати, давно не замерял, пользуюсь датчиками, которые есть в интернетах, они там как бы просто не врут, показывают более мягко точно, там плюс-минус один градус. Это пемза такая большая, ребят, может кому-то надо, приходите, берите. Закидываем градусничек и ожидаем. Ну, ребятки, смотрите, что показывает. То есть датчики попадают прям идеально, 10 и 2 градуса. Эта температура воды уже в принципе комфортная для купания. То есть я в такую, когда занимался зимним купанием, с удовольствием заходил и получал удовольствие. То, что ниже для меня был экстрим. То есть еще плюс один там градус, я смотрю, что под датчиком уже в ближайшее время это и произойдет. То есть к концу недели у нас будет подъем температуры до 13 и 14 градусов воздуха и собственно море прогреется и будет просто невероятно классная погода. Здесь помимо спуска конца пляжа начало новой территории. Я еще прошелся, посмотрел, пока замерялась температура воды. Слушайте, идеальный пляж. Галечка, красота. Просто приходи отдыхай. То есть этот пляж становится такой своеобразной жемчужной. Если там везде каменюки, фиг залезешь, вылезешь, то здесь я смотрю, что шторм наворотил делов, камни, все повыкидывал и там осталось довольно-таки удобное дно. Все равно тапки-каралки я призываю использовать, чтобы было вам удобнее. А также здесь есть родники. Насколько можно, нельзя воду пить, из них я не знаю, но даже в летний период сюда приходят люди, набирают водичку ее пьет. Такая вот красота стекает из гор и из породы, потому что у нас Меркель идет кластами и сквозь него проходит вода. Конечно, в районе кладбища там вообще печально пить ее, но здесь можно быть получше. Я не пробовал, не пил, честно, не могу сказать. Даже в детстве что-то как-то не доводилось этим заниматься. Потому что сама такая гора более полуга, чем у нас на Тургеневском спуске, то есть обалов по идее должно быть меньше, чем там происходит. И вот посмотрите, то есть никаких балунов, тонкая мелкая галька, подходить к морю. Водичка мутноватая, честно, из-за волны. Эта ткань между собой трется, и все нормально. Вот впереди мы идем к камере игощения. Сейчас я дойду, подробнее вам все расскажу. Что-то все лакшерги условия строил. Тут матрас, место для костра, в общем, красота. Я хочу сказать благодарность всем людям, которые убирают мусор, потому что его здесь тоже бывает очень часто. Сам принимал не раз здесь уборки. Сейчас крайне мало в принципе его здесь есть от души. Ребят, всем, кто неравнодушен, вам спасибо. Тут дальше все кто-то всех шалашек строит. Мы доходим до самой камеры решения. Тут такая огромная конструкция. Многие думают, что труба с канализацией это вот эта металлическая. Но все не так. То есть это как вентиляция туда идет, а сам труба находится под вот этим бетоном. Попадает сюда, в камеру гашения, и труба у нас уходит туда километра на три. Сколько точно, не знаю. Потому что все заявляют разные расстояния. Вообще, чем дальше, тем лучше должно быть, чтобы подача в море скидывалась. водичка вроде как после очистных кристальная как слеза. Очистные не модернизировались у нас, ребятки, со времен СССР. Отбора уже 200 плюс тысяч человек имеет население. Видите, вот же Матея, потому что мы все туда сливаем канализацию. И сейчас у нас ведут трубу, которая сюда также придет и будут еще больше делать сброс также в море с очистных. В общем, хотелось бы, чтобы очистные показывали нам воду, что она чистая, идет в море, и мы со спокойной душой бы не чувствовали здесь амбрешечку небольшую, она, кстати, небольшая, приходила раньше, что тут было гораздо больше от воды, и было бы все хорошо. Это не проблема Анапы. Во многих местах, в Крыму, у них прям вообще с берега вода течет такая, как говорится, иногда из туалетов прям туда попадает. Так что это еще и плюс Анапы, что вот так вот все работает. На новой Анапе обещают новое очистные построить и сделать там еще лучше сброс. Ну, дай бог, как говорится, чтобы все это было. И также заверяют, что старая труба ни в коем случае не работает, и через нее никто сбросы не ведет. Так что на это тоже будем надеяться, что трубы здесь две, одна старая, одна новая. тут бы было, конечно, интересно заглянуть, что там внутри. Не знаю, разглядим мы или нет. Будем надеяться, что-то увидим. Здесь в ближайшие подходишь и слышно, как шумит. Мне почему-то кажется, что все-таки вот эта труба является сбросной. Знаете, у меня какая-то вибрация идет. Вот там собачка сверху, прикольно. Мне, по крайней мере, говорили, что нет, не она, а система идет под ней. Туда дальше уже все по-другому работает. В общем, если кто может прояснить по этой ситуации, то рассказывайте, будет интересно узнать ваше мнение. Лодичка, по крайней мере, сейчас здесь мутная, но будем надеяться, что не из-за труб. Хотя мы сверху увидим вообще, как это будет выглядеть, когда поднимемся и будем возвращаться обратно. Мы еще идем вперед, там впереди есть площадка, которая зовется трехстами ступеньками. Но здесь под камнями местами даже песок появляется. Вот такие вот интересные у нас пляжи, мои дорогие. В этом месте, кстати, страстно, видите, язык тролля называется, нависает над морем. Там таких мест было поменьше. Вот их тоже обрубить и туда будут более безопасные эти берега. Вау, как это место нашел. Посмотрите, как здесь скала смотрится. И водичка сверху, водопадик, кайф. Но скорее всего, что из-за этого песка как бы и водичка мутная. Смотри, там его забивает и как раз таки окрашивается берега в такой вот мутноматый цвет. Тут люди тоже все организовывают сидушечки, собирают дрова отдельно. Но хочу еще раз выразить благодарность. Берег, прям чистейший идешь и одно удовольствие. Особенно после того, как ты побывал в местах, которые называются Веселовка, и там местные жители мне пишут так же, как раньше писала наша администрация. Говорит, к лету уберемся. Но хочется всегда ощущать чистоту и красоту. Те люди, которые сюда ходят на пляж, здесь в порядке, я думаю, и наводят. По крайней мере, я многие знаю, кто прикладывает свою руку к чистоте в этих местах. И уже никого организовывать не надо. Просто пришли погулять, чего не взять там перчаточки, понаклоняться, размяться, пособирать мусор чуть-чуть, и потом с каждым разом здесь все вот такие конструкции на берегу. Защита от шторма, накладывая камушки. Как говорится, с каждым в своем виде тоже большие волны пособирали. Ну, берег прям шикарный, длинный, галька. Я думаю, она поскоро будет прям вечным конкурентом всем галичным пляжам. Раньше такого у нас не было. Раньше здесь были большущие камни. Подходим к пляжу 300 ступеней. Здесь вроде бы лестница чуть-чуть подразрушена, но в целом пережила шторм века. А туда дальше вижу, там очень много деревьев повыкидывало, которыми. Хочу сказать спасибо всем, кто занимается ее благоустройством. Здесь даже местами освещение появилось, но уже кто-то украл фонари. Она сейчас выглядит вот так. Здесь, видите, подставили деревяшки снизу, чтобы она не обвалилась, потому что скала, в которой она здесь крепилась, ее разрушил. Шторм и вот дошло до голых камней. Собственно, и посмотрите, да, мы прошли с вами по чистейшему берегу, а здесь сейчас ту сторону, что только не валяется, но постепенно тоже люди наводят в порядке. Уменьте в виду, сколько там всего, то есть насколько здесь наведен порядок. Насколько лет спустился, там поднялся, прогулялся, порядок навел, мусор чуть убрал от души еще раз всем. Спасибо, ну, морюшка, тебе пока, вы с ним еще не прощайтесь, потому что в конце у нас будет по традиции звуки моря для вашего релакса. На целых три минуты я их уже заснял. поднимаемся наверх, проверяем, как работает лестница, и в принципе-то все удобно и хорошо. Вот коррозия ничего, как говорится, не бережет у нас, уже ее кусало, и плюс на эту лестницу у нас донатило много людей обычных, как говорится, за что им всем спасибо. Евгению большой привет, который принимал здесь активное участие, смотрите, камень как упал, прогнул ступеньку. Хорошо, что не на человека. Хорошо, что более сильный оползнень здесь не только зашел, то пришлось бы ее, как в прошлый пошел, оползнень восстанавливать. Ну, изначально она была выстроена какими-то меценатами, а потом уже люди восстанавливали после оползня ее сами. Шикарный вид обратно и обидный вид то, что фонарь украли. И следующий фонарь тоже уже не на месте. Дело для людей, а кто-то домой к себе лично тащит. Вот печалька и грустинка от таких недочеловеков. Фух, как с непривычки-то тяжело. Растолстевшему, вот видно, да, береговая линия мутноватая, хотя вот здесь ближе прозрачная вода подходит. еще чуть-чуть, еще немного и мы наверху. Самое главное объявление унесите мусор. И глядите, еще чуть выше, еще красивее виды. Совсем чуть остается до верха. Что-то почти все фонари поворовали. Прям вообще только внизу было и все. и вот, пожалуйста, люди потихоньку спускаются вниз. То, что я не один, это не может не радовать. Это даже очень хорошо. Фух, я почти. И люди пошли по экотропе гулять. Здесь все есть видеонаблюдение, Wi-Fi, электричество и лавочки. На этом можно посидеть. Специально городили это место, чтобы здесь не ездили на машинах. Там, кстати, впереди находится автодом. Вчера я видела фотографию в соцсетях. Ну вот, кого-то он есть, кому-то везет. Ну а мы с вами посмотрим еще как это смотрится с обрыва. Вот набережная вышла. Дальше вот у нас впереди здесь должен быть императорский парк. Тоже с такой набережной, с лифтом внизу. И еще бы хотя бы до 800 ступеней ее продлить. Это был бы лучше теренкур и самое красивое набережной всех черноморских городов. Представляете, от речки Анапка хотя бы и до туда. Восхищение. Ну а мы пойдемте вернемся. Теперь, ребята, к месту сброса камеры гащения. Ну а эти места вы можете пользоваться. Приезжай на пересечение улицы Таманская и Платонова. Вот он здесь находится. Там машину припарковали и уехали. Здесь у нас говорят дворец бывшей Примадонны находится. Не знаю, сколько это правда. Люди говорят, да и ладно. Хочется, чтобы у них вообще возможности к нам в страну больше вернуться никогда не было. Вот она прогулочная зона. Впереди мы как раз таки видим то место, которое зовется автоплощадка Забойней. Представляете, раньше здесь просто поля были, а сейчас эти территории застроены. И всего лишь прошло там лет пять каких-то. как быстро сейчас все развивается. Помню, когда-то тоже учился, сдавал здесь, на этой площадке. У меня БЦ-категория, так что не только легковая, но и грузовая была. Только заезд на вот этот гору он осуществлялся с этой стороны в ту. Так было прикольно. Насколько вот интересно рассказывать вам самому себе, делясь воспоминаниями, которых у меня о любимом городе Анапе очень-очень много, потому что в нем прожита вся жизнь. С двух кодиков я здесь обитаю и я других мест в принципе не знаю и каждому кусочку земли, когда я работал геодезистом, я познакомился вообще со всей Анапой, поэтому знаю гораздо больше многих, как говорится, трудовых деятелей Анапы. Пипец. Просто как свалка какая-то тут все приходят и кладут. Блин, что у людей в голове, я не понимаю. Рассматриваем набережную от императорского парка, то есть здесь она спокойно проходит вот эти небольшие загородки от Десафа и вот допустим первое строение, которое появляется, то есть этот забор будем считать самозахватом, тут камеры, высоченные заборы, здесь людям утопили лестницу, чтобы холопы не ходили, не мешали, как говорится, своим видом этим ребятам, которые тут живут, колючая проволока, не влезая убьет, нам автоматчики сидят, сто процентов, кстати, банька топится. в общем, вот такая движуха, да, ну ладно, вот это все можно убрать, потому что будем считать, что это незаконно, как минимум, забор находится там, а это ограждение для тех, чтобы тут не проходили, и строить ее туда дальше, но вот мы в любом случае будем упираться именно в те строения, то есть вот здесь почему-то, ну без разницы, кто там живет, там в жизни вам говорится, хорошая, долгая, пускай даже вот ниже утопят набережную, чтобы вам вмещали, здесь тоже самое реализуют, в любом случае здесь это сделать возможно, туда дальше это становится нереальным, будем смотреть, конечно, как это все будет у нас происходить, реализовываться, вот с понижением высоты, конечно, меня порадовали, чтобы, ставьте, мы не ходили и хозяевам жизни и не загораживали вид на море, ну и не заглядывали лишний раз к нему, как-то обильно, все смотрится, вот эта часть дома вроде бы за семена, там даже шторы висят, но здесь уже возможно даже пытались реализовывать дорожку, видите, камушками подсыпано, досточки по бокам, так что возможно в скором времени здесь все и появится, тут ребята с своим псом гуляют, кстати, собаки, ну я тогда видел снизу, бегает тоже по скалам, главное, чтобы никто не сорвался, ну вот, еще, верхняя часть этой набережной, домики, тут как в парке Краснодара, вообще-то даже точно такой каскас, Нигарецкий ли здесь проживает среди нас, а мы не знаем, здесь вот с левой, с правой стороны была свободная зона, но кто-то вместе с знаком прибрежная водоохранная зона умудрился продать, кстати, знак стоял, они забором его обнесли, это очень круто, смотрится, вот беззаконие в нашей городе Куровь-Анапа, здесь стоит знак о том, что якорь нельзя бросать на берегу на расстоянии четырех километров, ну по идее, что из камеры гашения, одна вот вторая здесь, туда вниз, ростки уходят, трубы на расстоянии трех километров, вот даже отсюда, ну давайте спустимся, покажу, видно трубы, которые там идут, с той стороны вообще была зеленая зона, там видите, даже сосны высаженные тоже пришли, огородили забором, мы с людьми были в шоке, когда это все происходило, то есть кто-то разрешает, причем бетонный забор смотрит вот так досюда, а потом так кусочек из такого забора сделанного, профильного, то место, бетонный, видите, вот такая тема, куда и уходят в принципе трубы, то есть отсюда мы вот одну из них даже наблюдаем, вот она видите, и пошла-пошла, то есть должна уходить на 3 километра, какая из них старая, какая новая, по идее вот эта, может, ну не знаю, не буду спорить, у меня честно память подводит на эту тему, запоминайте, какие трубы идут, и одна из них работать не должна, по идее вот эта должна быть наверное новая и туда далеко уходить, но почему сейчас работает вон та труба, то есть она жужжит во всем, сейчас ближе подойду, если допустим та находится здесь, это большой вопрос, вот по ней идут вибрации и звук, то есть если это не она, в общем, большие вопросы, друзья, ну как видите, муть идет не оттуда, то есть она вдоль берега, просто здесь песок перемешивает, а там все, в принципе, чисто и хорошо, то есть по идее уходит на 3-4 километра в море, я помню, когда там корабли работали, когда делали эту трубу, и влиять, в принципе, не должно на побережье, но что делается, в принципе, оно все по снипам, главное, чтобы чистую воду сбрасывали, будем на это надеяться. Здесь тоже люди, особенно с ЖК Бельведер, пытаются сократить расстояние до пляжа, и ходят по вот этой полудикой тропе, впереди мы также видим забор с колючей проволокой и камерами на нем, и они также тропинку опустили туда ниже, поставили здесь забор, чтобы тут люди не проходили, но в любом случае здесь хотя бы есть у них там на участке отступ, теперь я вам покажу просто, ну, наши, как от обычных людей, хозяева жизни защищаются, мне сюда не надо, потому что на пляж возвращаться не буду, не давать, я спустился, два ряда колючей проволоки, там еще один забор, хотя мы с вами могли вот там пройти просто и все. В общем, будет интересно, как у власть имущих вот этот беспредел наша администрация будет убирать с берегов Черноморских колючей проволоки и вот утесов впереди, то есть вот так набережная пройдет от него, хотя вместо него было бы лучше, и до будущего императорского парка, а там гляди и до 800 ступеней. С вами был Юрий Азаровский с мечтами о новой набережной с двумя пляжными территориями, рассказами о канализации, то есть надеюсь, сегодня вы об Анапе узнали немножко больше. Привет вам всем черноморские, если вам это было полезно и интересно, жду вас в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь со своими друзьями и обязательно, друзья, смотрите следующие видео сюжетные пока немножко моря. Ну, кстати, была даже вторая дорожка за этим забором, здесь вот щебни лопцы поля, надеюсь, что дальше здесь ничего не застроят. Но пока мы возвращаемся к улице Таманской и идем, не видя море, из-за того, что власть имущие строят свои дворцы на берегу моря. Если ты представляешь, как они нервничают, то здесь ЖК построился, из участка, на верхних этажах, люди заглядывают к ним на участки. Их вот так вот Бильведер подвинил. Ну и вот, сейчас наша дорога до Ореховой рощи. Место прогулки вдоль моря по тонюшенькому тротуару двигаемся с вами. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон»